После разрыва отношений с универсумом боксинг, немецкой промоутской компанией, Геннадий вышел на новый этап. Мы будем сейчас внимательно следить, как он проходит события нового витка своей жизни. С разведки передней рукой начался бой. Буквально на глазах видно, что скорость у Касима Аумы намного выше, чем у двух предыдущих соперников Геннадия. Очень собранная стойка, легкие передвижения. Видно сразу, что это мастер высокого класса. Очень академично смотрится поединок с первых секунд. Боксеры с хорошей школой, что называется. Сейчас нужно очень хладнокровно работать Геннадию, внимательно следить за действиями Аумы, проваливать его, наказывать. Вот видим, прямые проходят у Гены, натыкается на них угандейец. Ну, правда, и он попадает. Пару раз наткнулся и Геннадий на прямые удары Аумы. Легкие, но наткнулся. Пока акцента в ударах нету, это проверка дистанции, попытка просто попасть, почувствовать расстояние, прочувствовать соперника. Центр ринга проходит пока первый раунд. Не пытаются боксеры пока поставить друг друга в неудобное положение. Ну вот, начинает потихоньку вкладываться Геннадий. Главное для Геннадия сейчас держать противника в напряжении, чтобы он не наглел, чтобы он не чувствовал себя лидером в этом поединке. Держать темп боя, ритм контролировать и наказывать противника за малейшую оплошность. Вот накануне поединка было обсуждение возможности Геннадия в этом бою и в интернете, и на многих ресурсах боксерских, в изданиях различных. Многие вспоминали о том, что у Аума ранение в живот было, и рекомендовали Геннадию почаще работать по корпусу. Да, неплохо пока смотрится Аума, абсолютно равный бой, не проигрывает первый раунд Аума. Что самое главное, Аума не пятится и держится очень близко к сопернику. Геннадий Головкин говорит о его высоком психическом, физическом состоянии. Ну что ж, значит, определенные проблемы создал в первом раунде для Геннадия Головкина Аума. Тем интереснее нам будет смотреть, нужно что-то придумывать. Нужно, как говорится, шевелить извилинами и придумывать ходы. Так просто такого бойца не победить. Были попадания с той и с другой стороны в первом раунде. Вот посмотрите, как грамотно сближается Аума. Казалось бы, был эпизод, когда Геннадий мог прямую руку выпустить. Ну а он так близко стоял, что не успел разогнать Геннадий правую конечность. Ну, тут сейчас был обратный эпизод. Левый коронный удар для Аумы Левша попал точно в подбородок Геннадии. И хорошо, что Аума был на такой дистанции, когда рука до конца не разогнулась. Очень собран угандиец. Совершенно правильно делает Геннадий. У него довольно широкая стойка. Передняя нога контролирует ступню противника. Вот и навстречу он начинает отвечать нападающему на него угандийцу. Перевал серию атак он сейчас соперника. И вот мы видим точные два попадания. То есть в ритме хорошем работает Гена. И самое главное, дозирует силу ударов. Не торопится, не торопится. Спокойно работает, выбрасывает руки. Ну, пропускает, да, но это бокс. Застоялся Аума, тот же наказывает этого Гена прямыми ударами. Наращивать преимущество в бою уже во втором раунде сейчас Гена, это очевидно. Все больше и больше мы видим попаданий. Прекрасно, прекрасно работает Геннадий. Очень собрано, хладнокровно, спокойно. Без суеты. Хорошо работает на отходах. Мы видим, как он сейчас сократил угол. Старается держаться поближе к центру ринга. Но тревожит меня, слишком много пропускает Геннадий. Хорошо, что Аума не панчер. Вот это вот желание Геннадия доминировать в поединке, все время стремление идти вперед, заставляет его забывать о защите. Это не очень хорошо. Надо оттачивать эти элементы, особенно в бою с таким соперником, как Аума. Навстречу с правой на правую сейчас пробили боксера. Уход с линии атаки Гена. Неплохо. Впервые, наверное, за весь бой использовал джеб Геннадий. Точнее, не джеб, а правый прямой удар. Длинный, легкий такой. Дважды попал в цель. Такими ударами нужно не сдерживать напор у гандийца. Это тоже здорово. Два легких удара и акцентированные. Поближе надо сейчас держаться к гандийцу Гене. И очень внимательно работать на отходе назад. Мы видим, прямые-то доходят у Аумы. В этом-то все и дело. Вот еще пропускает Геннадий в конце раунда. Да, что-то пока с отходами слабовато. По прямой отходит. Вздвоенный правый. Сейчас мы увидели. Вот еще раз удар почтальона. Правда, правая не дошла. Вот здесь пытается преследовать противника сейчас Геннадий. Навстречу пробивает Аумы. И Геннадий сейчас пытается ответить противнику реваншироваться. Вот неудачный отход в конце раунда мы видим. Такая немножечко... Ну и сумбур немножко, и... Два удара пропущены. Неловкое положение было у Гены. Баланс потерял и два удара пропустили. Да, не так просто Аума. Не так просто. И я думаю, что именно тот он соперник, который в настоящий момент и необходим Геннадию для того, чтобы двигаться вперед. Вот заметь, почему-то Геннадий, который работает передней рукой, неплохо работает, на отходах забывает ее включать, контролирует отход передней рукой. Может быть, он просто не привык к тому, что кто-то имеет наглость преследовать его. Он всегда доминировал в своих предыдущих боях, и никому и в голову не приходило что-то активное противопоставлять. А здесь есть другая картина. Есть боксер с именем, с самолюбием и с мастерством. Ну вот мы сейчас видим начало раунда. Уже пожестче стали работать боксеры. Уже включают они мужское начало в этом бою. Я думаю... Идет борьба за лидерство в психологическом плане. Да, вот я думаю, что именно на этой площадке, в борьбе самолюбий, должно сказаться преимущество Геннадия. Ну и одновременно сказаться его преимущество в физической мощи, в ударной мощи. Даже мелькнуло после двух раундов у меня мысль, а стоит ли вот так вот позиционно боксировать с Саумой. Никаких в двух раундах дивидендов из этого не изулек Геннадий. Может быть, попробовать навязать ему жесткий и размин. Ведь, скажем правду, несмотря на то, что очень умный и хороший боец Геннадий, тем не менее, он ведь боец силового направления. Что уж тут, говорится, скрывать бы. Надо оставаться самим собой. Никогда с этой платформы не сходить. Не дает Геннадий разгонять руки сейчас противнику. Впервые за раунд он пытается сейчас работать. Иногда отходит на дистанцию, но опять сближается сейчас с противником. И боковые сейчас включает. Много очень пропустил ударов Геннадий в этом раунде. Да и в предыдущих тоже немало. Ну и хочется сказать об Ауме. Вот некоторые высказывали такое, как бы, подозрение, что может Аума отнестись к этому бою как к проходному. Ничего подобного. Мы смотрим, во-первых, он в прекрасной физической форме находится Аума. Во-вторых, это шанс его жизни. Шанс снова вернуться на вершину. Может быть, такого шанса больше не предоставится. И Аума полностью готов к этому. Опять немножко утрачивает Геннадий нить поединка. Вот такое ощущение в третьем раунде. Что-то мне тревожно уже становится. Столько ударов пропускает Геннадий. Делает паузу, Аума выбрасывает серии и попадает. Вот Геннадий опять начал суетиться. Посмотри, силовой акцент в ударах. Не рановато ли? Да нет, силовые удары – это его стихия. Просто давление – это одно, а суета – это другое. Нужно как бы более холодно держать голову и действовать более, что ли, выборочно, разумно. Такой силовой раунд мы сейчас посмотрели. Большое количество ударов. Интересно работает на ногах, кстати, Аума. Он все время на ногах либо отходит, либо подходит. И все время оказывается на не совсем удобной для Геннадия дистанции. Либо он слишком близко, либо он далековато. Вот у меня сейчас такое, может быть, предположение не самое приятное. Такое впечатление, что не Гена освоился в ринге, а наоборот Аума подстроился под него. Вот что. Ну, честно говоря, третий раунд именно такое впечатление и оставил. Что-то надо менять. Что-то надо менять. Я надеюсь, угол Геннадию подсказал. Хотя сейчас была такая типичная авантюрная атака, размашистая. Ни в коем случае нельзя заводиться. Такой опытный боксер Геннадий. Сейчас все верно Гена сделал. На дистанции поработал прямыми и сразу сблизился с противником. Вот идет четвертый раунд, и я не припомню, что Геннадий пропускал такое количество ударов. Он просто не привык работать в ближнем бою. Вот в чем проблема. Посмотри за его корпусом. Он практически влево-вправо не работает. Не выбирает угол для выбора позиции. Так опытный мастер ему противостоит, и поэтому не дается работать Геннадию на удобной для него средней дистанции. Дистанция либо дальняя, либо короткая, ближняя. И это неудобно для Геннадия. И Аума назад не отходит. У меня такое впечатление, что Аума работает очень легко, а Геннадий уже какой-то ресурс психический уже утрачивает. Посмотри, как напряжены его мышцы. Посмотри, сколько он стал пропускать в этом раунде. Да, сейчас тяжелый правый удар. Аума отпустил Геннадий. Я даже испугался, он болтанул ли его. Совсем, совсем смазывается рисунок. К четвертому раунду у Геннадия. Не видно, не видно никакого рисунка. Видно, что хочет делать Аума, и он это и делает. Но не видно и непонятно, что хочет делать Геннадий. Таков его план на бой. Бывают и такие, конечно, ситуации в ринге. Может быть, настала пора, если ничего не получается, просто ломать. Но и в этом компоненте пока Аума ни в чем не уступает. И все-таки более тонкую работу хочется видеть в исполнении Геннадия. И впереди соперники сложнее и более тяжелым ударом. Аума, как кошка, отбивается. Вот, смотрите, серии скоростные выдают на гора. И все это накапливается. Накапливается, к сожалению. Да, это так. Да, ты абсолютно прав, что ничего пока в ближнем бою на короткой дистанции у Геннадия не получается. Намного предпочтительнее. При сближении смотрится Аума. Тревожно становится. Очень много промахов у Гена. Да, такое ощущение, что несколько утратил он фокус. Он как бы хочет опередить Ауму и бьет уже не глядя. Смотри, он и на ногах баланс теряет, и удары его размашистые. То есть это очевидные признаки расфокусировки. Мне кажется, это связано с какими-то проблемами не столько физическими, сколько эмоциональными. Коль скоро мы сравнивали Геннадия с пирогом, насколько пирог адекватен в ситуации инфатинга, как он крутит плечами, работает корпусом, заставляет противника промахиваться, выбирает позицию. У Гена в ближнем бою пока не ахти, какие дела. Ну, у Гена, что называется, ярко выраженный панчер, 85% досрочно завершенных боев, а пирог изначально боец более, что ли, такого изящного направления. Технар. Как грамотно работает Ауму. Посмотри, как он меняет углы, выбирает позицию. Да это просто лучший бой его пока из всех, что я смотрел в исполнении Аумы. К сожалению, этот бой приходится на поединок с нашим боксером. Я так сказал, наш, потому что Геннадий действительно наш, и мы все за него болеем. Что-то идет не так у Гены. Да, на мой взгляд, просто-таки бой как минимум не проигрывает Аумы. Пока бой, в лучшем случае для Геннадия очко в очко. Может быть, дана установка работать именно на этой ближней дистанции, держаться как можно больше, приноровиться, попробовать свои силы на этом участке работать. Сейчас неплохо. И удары такие сфокусированные, точные. Сразу стали короткие удары. Разудалый замах ушел. Вот в этом направлении надо двигаться. Сейчас что-то стало получаться. Я подвижение корпуса вижу. Совсем в этом раунде мы джеба не видим. Казалось, прикрыт Геннадий. Тем не менее, находит брешь между перчатками Аумы. Правый удар. Отбрасывает голову Геннадия. В полностью комфортном темпе, в комфортно-комфортной дистанции для Аумы проходит бой. Пытается Гена зацепиться, но пропускает. Геннадий. Главное, что Аумы видят начало атак Геннадия. Знаешь, конечно, сравнение некорректное, но зря мы сегодня вспоминали Василия Жирова, поскольку чем-то этот поединок напоминает поединок Василия Жирова Джеймсом Томби. Точно так же ломился в закрытые двери Василий. И все помнят, как для него это завершилось. Конечно, Касим Аума в Джеймс Тони. У него далековато. Тем не менее, отличный бокс. Демонстрирует угандиец. Прекрасную защиту. Отличная работа на ногах. Чувство тайминга. Вот смотрите, он же боец, серьезно уступающий Геннадию в огневой мощи. Тем не менее, разыскаешь по тем фрагментам, которые мы наблюдаем. Ну, что с лицом у Геннадия? Подтеки? Ну, это не мудрено. Он пропустил несколько десятков довольно серьезных ударов. Может попробовать на дистанции поработать? Не думаю. Нужно подключить ноги и найти свою среднюю дистанцию. Только в этом ключ к успеху. Вот с дальней-то получше идут дела. Может, не надо сближаться-то? Ну, в ближнем бою просто проигрывает однозначно Геннадий. Опять пропускают. Что ж такое? Все правильно. По законам профессионального бокса действует Аума. Он всегда близко к Геннадию. И Геннадий, рука, не успевает сгибаться. Вся его огневая мощь уходит, так называются, в воду, вот в это вот болото оборонительное Касима Аума. Вспомним предыдущие бои. Готовил атаки передней рукой Гена. Постоянно готовил. Здесь он просто забывает про переднюю. Ну, мы видим, что здесь совершенно иной класс и совершенно иная скорость. Первое, на что обратил внимание в первом же раунде, это насколько выше по скорости Аума, нежели Тапиа, Нунис. Эти вот ребята, которых мы сегодня показали. Да, Аума демонстрирует настоящую школу. Расслабленный, внимательный, легкий. Мы говорили о бугандийской школе бокса, тем не менее, вот Аума демонстрирует классические черты североамериканского профессионального бокса. Не заряжается на удар. Такая серийная работа довольно неприятными чувствительными ударами. Пытается, все делает Геннадий, что-то переломить хоть ход поединка. Вот это неплохо было сейчас. Чуть-чуть правый апперкот, Геннадий не достиг цели. Тут же отквитался Аума. Знаешь, вот не складывается ощущение, что уже как-то и зажат с самого начала боя Геннадий. Не хватает вот для для бьющих боксеров, это особенно важно, не хватает свободы внутренней. На автопилоте, что называется, идет вперед Геннадий. Как бы ни сложился бой, можно только снять шляпу перед углом Касима Аума. Они очень четко все просчитали и выбрали верный тактический план. Как мы знаем, у Панчера, Геннадий Панчер, всегда есть шанс. Но пока тревожно-тревожно на душе. Я бы сказал, неприятная вещь. Два очка не увидят, наверное, сейчас к этому моменту по моим ощущениям Аума. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Видно, что времени в тренировочном зале он зря не терял. Смотри, Аум уже пониже ростом, чем Геннадий Головкин. Вот то, что касается апперкотов, ему удается руку разогнать. Эти удары впиваются в подбородок Гена ощутимо. Гена рук разогнать не может. И апперкоты не самое лучшее оружие в этом бою для него. Вот в ситуации ближнего боя. Вот боковой, да, согласен. Хорошо проходит. Здесь в чем-то и дело, что он почти не проходит. Коронный удар Геннадия, но он не проходит в данном случае. Перевод боковым левым с корпуса в голову, в принципе, я считаю, что неплохо готовит атаку правой, на мой взгляд. Другой вопрос, что скорости не хватает для воплощения этого. Вот чем вопрос. Не столько, знаешь, скорости, сколько свободы. Сильно, сильно зажат Геннадий. Упрямый, упрямый, идет в ближний бой Геннадий. Не знаю, хорошо ли это. Настолько ловко Хасим Аумы действует в защите, что не просто сейчас будет подобрать ключи к обороне противника Генне Головкину. Для меня это самый необычный бой в исполнении Гены. И дистанция работы. И дистанция работы тоже мне впервые, кажется, выбрана Геннадием. Какая необычная дистанция, ближний бой, набор постоянный. Скажем прямо, неудачная пока дистанция. Я видел этот бой именно маневры на средней и дальней дистанции. Финты передней рукой. Вот я так видел этот бой. Ну, может быть, так же видел и Геннадий его. Другое дело, что Аума не дает ему вести бой в таком ключе. Но удается все время оказываться рядом. Ага, уже мистика пошла. Коснулся от перчатка Аума Ринга. Настила Ринга. Остается надеяться, что это хороший знак для Геннадия. Похоже на то, что пока что он проигрывает. Бой. Так хочется поймать. На этом ударе Ауму. Но он так бьет серии, собрано. Чтобы быстро успевает защититься. Сейчас был отличный эпизод. Может быть, лучший эпизод во всем бою для Геннадия Головкина. Несколько ударов достигает цели. Немножко не потрясен. Но чувствительно досталось, что называется, Ауме. Но провел эту серию Геннадий. Взял паузу естественную. А Аума тут же приступил к своим атакующим действиям. Очень четко и умно действует у Геннадий. Ну вот вам и безговорочный аутсайдер. Я думаю, ни у кого из любителей бокса в России и в Казахстане никому не могло прийти в голову, что такое то, что мы сейчас наблюдаем, возможно. Время еще есть, паниковать не нужно. Но также нужно и трезво понимать, что что-то надо делать. Не удается пока Геннадий перехватывать атаки противника, выброс его в серии. И вот под самыми разными углами бьет Аума и попадает. Прямые, снизу, боковые. Опять правая, через руку. Уже не первый раз. Хорошо, что Аума не вкладывается. Очень много гурорской отгенаний по-прежнему. Очень много, очень много. Да, вот удачный был апперкот левый, но, к сожалению, гонка не дал развить этот локальный успех Геннадий. Очень заряжен на удар Геннадий. И действительно нет свободы, нет легкости, нет игры с противником. Вот концовка раунда. Нет, прекрасный левый апперкот. Если бы он был проведен секунд на 20 раньше, было бы совсем хорошо. Когда глядишь, что-то можно было бы извлечь. Это уже специалист по медицинской части сейчас. Внимательно изучают Ауму. Что он там у него нашел? Рассечение? Нет, что-то с челюстью, может быть, перелом. Итак, друзья, мы в прямом эфире сейчас. Получаем сигналы с Панамы. Где в Панамы-Сити, в 20 спорта имени Робарта Дюрана. Геннадий Головкин защищает титул чемпиона мира в среднем весе, дав шанс знаменитому Касиму Ауме. Угандийцу. Напряженный поединок. Он проходит на встречных курсах. И, к сожалению, пока что не так, как нам хотелось бы, выглядит Геннадий Головкин. Во многом, конечно, благодаря умелым действиям его соперника. Все-таки надеемся, что наступит перелом в этом бою. Освоится в ринге Геннадий. Вот легкую серию, хорошую, сейчас выпускает Гена. Боковым справа попадает подбородок Ауме. Вот еще раз. Надо бы рефери в ринге заняться перчаткой Аумы. Совершенно верно. Можно так и рассечение получить. Понравилось мне начало раунда в исполнении Гены. Вот, легкость пошла. Пошла легкость. Молодец. Хорошо, отталкивает Ауму сейчас он и продолжает носить удары. Так вот сближаться не надо с ним. Вот дистанция Гена. Вот откуда он попадает и неплохо. Пускай это разовые удары, но они... Очень тяжелые. Отлично, отлично. Вот эту дистанцию Гена держи и все будет хорошо. Да, да, проваливай его и наказывай. Отлично, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Молодец. По-моему, поплыл Аума. Замечательный раунд. Вот это настоящая головка. Четкие сфокусированные удары, правильная траектория движения руки. Дистанция, дистанция, главное, что это дистанция Гены. Такое чувство, что осталось немного. Вот как все в боксе мгновенно может перевернуться. Ведь проигрывал бой Геннадий, и сейчас он может... Отойди Гена на дистанцию, отойди. Не вяжись с ним. Опять вопрос поэтначен. Какой-то штопор все время заходит Гена, и не может из нее выйти. Ступор. Я просто по авиационной терминологии пошел. Займи позицию на дистанции, удобно тебе. Не надо вязаться с ней. Ты же только что прекрасно начал раунд. Замечательно. Попадал. Хорошо. Потрясен, Аума. Потрясен. Нужно продолжить в таком же духе, и я думаю, в течение одного-двух раундов можно полностью сломить угандийца. Похоже на то, что нашел свой бокс Геннадий. Вот дистанция. Хорошо ушел. Попадание. Есть возможность разогнать руку. Отойти на безопасную дистанцию. Смотри, болтануло Ауму. Он потрясен. Он не сумел его добить. Геннадий хотя бы был близок к цели. Великолепный. Вот ты видел защиту левой рукой Аумы, а Гена настолько удобно стоял, что смог с левой хорошо пробить. Я же говорил относительно апперкота. Аперкот едва не завершил бой. Попятился назад Аума. Аума. Мой прогноз, если сейчас Геннадий продолжит в таком же стиле бой, два раунда я отдаю Ауму. Ну, в случае, если в таком же стиле, как и предыдущий, я думаю, он и в этом может завершить бой. Ну, смотри, как раскрепостился Геннадий. Задвигал корпусом. Отлично. По-моему, успокоился Гена. Вот что-то вот ему в прошлом раунде, вот этот успех подсказывает, что он нашел сейчас ключ. Посмотри, опускает руки. Замечательно. И резко-резко затормозился Аума. То ли от пропущенных ударов вот этих в предыдущем раунде, то ли вообще устал. Все-таки ему 32 года. Я не такой уж и большой возраст для средневеса. Не критический. Опять вперед Гена идет вперед. Причем идет без ударов. Сделай, Гена, шаг назад. Подержи его на передней руке. Опять заводится Геннадий. Хочет просто перерубить. Но он близок к цели. Избирательнее надо действовать. Не работать по площадям, а работать по цели. Вот она дистанция, Ген. Ну ты же видишь, ты же попадаешь с нее. Зачем ты опять вперед головой идешь? Хорошо, сдвоенный. Правый. Это отличная комбинация. Так он правый обвел. На левую руку Аумы. Да, на честном слове держится угандрец. Осталось немного. Погружен в стихию боя Геннадий Головкин. В каком-то трансе он пребывает. Отлично. Еще немного. Геннадий Геннадий. Шаг назад и отлезь на двойку. Что судья? Останавливает бой? Останавливает бой. Геннадий Гена проявил свой присущий ему характер. Мы в лишний раз убедились в старой истине. У Панчера всегда есть шанс. С другой стороны, кроме последних двух раундов, бой проигрывал Геннадий по очкам. Это тревожно. Было огромное желание, огромная отдача, но что-то с выбором дистанции было в этом бою не так. Нужно разобраться после боя, может быть, пообщаться и с Олегом Германом, и с Геной Головкиным, узнать, каков был план на бой. Нельзя столько пропускать. Я думаю, что никто не станет спорить, что для чемпиона мира, который собирается не расставаться еще достаточно долгое время с этим титулом, нельзя пропускать столько ударов. Мне кажется, что-то с носом было у Аумы. Не зря врач внимательно с помощью фонарика осматривал лицо гандица. И Геннадий точечными ударами в область носа, мы сейчас только что видели, развивал свой успех. Вполне возможно. Послушаем сейчас финальный аккорд. По трепанному стадию выглядит и Геннадий. Наверное, никогда в своей боксерской профессиональной карьере он не получал такой трепки и таких уроков. Ну что ж, поздравляем Геннадия Головкина с очередной защитой и титулом чемпиона мира в среднем весе. Поздравляем Казахстан. Ну, скажем прямо, взволновал нас сегодня, заставил волноваться, напрягаться. Может быть, так сладка концовка, поскольку были сильные переживания, были даже сомнения по ходу боя у нас, тем не менее.